Десногорские школьницы Куда пойти? Школьные двери распахнулись для будущих первоклассников. Мы разукрашивали картинки в тынковских узорах. Умники и умницы приняли участие в метапредметной олимпиаде. Задания были сложные, но если работать в команде, все намного проще. В детском саду Мишутка дети приобщились к русскому народному творчеству. В правительстве не пришли к единому мнению по поводу изменения тарифной политики за электроэнергию. Инициатива возникла еще в 2014 году, а последний раз вопрос о введении новых норм был поднят в 2018. 23 января по итогам заседания вице-премьера Дмитрия Козака решено прекратить на неопределенный срок разработку так называемых дифференцированных тарифов. Результатом задумки в случае ее реализации ожидается повышение цен на сверхпотребление свыше 300 и 500 кВт-час. Для отдельных регионов границы потребления могут отличаться. Также последствием станет поэтапная отмена понижающего коэффициента к тарифу для квартир с электроплитами. Инициатором отмены выступила Минэнерго, мотивируя это тем, что ожидаемая финансовая нагрузка на население еще не изучена до конца. Тем не менее, правительство вернется к рассмотрению вопроса в 2019 году. Забить стрелку и поговорить по понятиям. Нет, это не сценарий очередного сериала о жизни 90-х. Смоленская область обсуждает громкую выходку десногорских школьниц. Подростки встретились для выяснения отношений на окраине города и одними лишь оскорблениями не обошлось. Подробности далее. Почитать книжку, заняться спортом или провести время с близкими. Некоторые школьники выбирают другой досуг. Видео, которое появилось поздним вечером 22 января в интернете, взбудоражило не только Десногорск, но и всю Смоленскую область. На кадрах видно, как толпа подростков, предположительно ученики 7-8 классов, окружила школьницу. Девушка явно в растерянности и не готова к обороне. Далее ситуация развивается стремительно. Конфликтующие стороны встретились на этом самом месте. Короткая словесная перепалка и девушки группой атакуют свою сверстницу. Сопровождая все это нецензурной бранью и оскорблениями. На видео жертва получает не менее 7 ударов по лицу своих мучителей. Особенно поражает реакция участников группировки. Зрители, среди которых были и юноши, не вмешиваются в конфликт. Будущие мужчины, защитники, лишь подначивают участниц с едкими комментариями и издевками. Школа номер один города Десногорска – одно из образцовых учебных заведений. Подобных ситуаций здесь никогда не возникало. Однако о проблеме подростковой жестокости здесь знают и дают случившемуся категоричную оценку. Со стороны школы дети будут поставлены на учет внутришкольный, будут проведены беседы с родителями, беседы с детьми, будет усилен контроль за классными руководителями в целях воспитания и права сознания детей. 25 января состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под руководством администрации города. Стоит отметить, что подобные случаи, к сожалению, происходят не только в России. За последние годы количество фактов проявления детской жестокости в подростковой среде неуклонно растет по всему миру. Инцидент в Десногорске в очередной раз показал – проблема детской жестокости действительно существует, и ее решение зависит не только от общества. Родители, как никто другой, могут скорректировать поведение своего ребенка, избегая накопления агрессии и ее проецирования на более уязвимых. Олег Соловьев, Юлия Соборев, Светлана Разганова, Десна ТВ. Потребители по двери. Жилищник, крупнейшая управляющая компания «Смоленска», находится под атакой судебных приставов из-за невозможности погасить текущие финансовые обязательства. Общая сумма долга компании составляет более 1 миллиарда 150 миллионов рублей. Судебные приставы уже арестовали счета и имущество организации. Также арест наложен на прочие имущества – автотранспорт, офисную технику, земельные участки. В ведении жилищника находится около 1700 зданий в Смоленске. Организация обслуживает 70% населения города. Текущая ситуация возникла в том числе по вине горожан-должников. Задолженность «Смолян» перед управляющей компанией составляет более 800 миллионов рублей. Между тем, в компании сообщили, что работают в штатном режиме. 26 января Десногорские школы распахнут свои двери для будущих первоклашек. Уже сейчас будущие ученики и их родители могут посетить несколько школ и выбрать ту единственную, в которой будут учиться до последнего звонка. Начиная с 1985 года в Десногорске работает школа номер 3. За 34 года ее выпускниками стали более 4000 школьников. Среди них 37 золотых и 46 серебряных медалистов. В настоящее время в школе обучается 752 ученика. Ребята достойно представляют свою школу на олимпиадах и конкурсах. Так на этой неделе они стали победителями городской метапредметной олимпиады. Педагогический состав создал для них комфортную и безопасную среду. Ученики пользуются библиотекой, где порой выстраивается очередь из желающих пополнить багаж своих знаний учебной литературой. Дети с удовольствием посещают занятия. Мне нравится учиться в моей школе, потому что здесь лучшие преподаватели. Они очень хорошо преподают уроки. У меня любимые уроки это русский и математика. Русский преподает у меня Галина Николаевна, а математику Галина Михайловна. Я хорошист и учусь без троек. Мне очень нравятся русский и математика. Русский ведет Спиркова Надежда Владимировна, математику ведет Каюрова Тамара Васильевна. Русский язык мне нравится за то, что у него есть богатое содержание, а математика за то, что это два предмета, которые понадобятся в будущей жизни, и их надо сдавать, учить. Подготовка к предстоящему событию идет полным ходом, и гостеприимные хозяева школы готовятся ко встрече с будущими первоклассниками. В 2019 году мы планируем открыть три первых класса. Чтобы родители ближе познакомились с педагогами, которые будут набирать учеников, и с программами, по которым будут учиться их дети, мы приглашаем всех желающих 26 января прийти на День открытых дверей. Я буду исполнять очень интересную песню. Мы подготовили ее с учителем по музыке Людмила Васильевна Сохранич. Она будет очень интересная. Школа с нетерпением ждет новых учеников. Добро пожаловать! 22 января в рамках проекта «Школа Росатома» состоялась шестая метапредметная олимпиада. Ребята из разных школ собрались в вахтовом зале третьей школы, чтобы сразиться за звание лучших. Подробности с места событий в сюжете «Виолетта Ефименко». Команды участников формируются из учеников пятых, шестых, седьмых и восьмых классов. Всего в каждой команде по четыре человека. Школы могли сформировать не одну, а несколько команд из наиболее подготовленных детей. Ребята должны быть сильны в области физики, биологии, истории, литературы, а также хорошо разбираться и в остальных предметах. Я считаю, что на сегодняшней метапредметной олимпиаде нет недостойных детей. Есть дети, больше волнующиеся или меньше волнующиеся. Перед участниками стояла задача научиться договариваться, слаженно работать и отстаивать честь команды. Задания были сложные, но если работать в команде, все намного проще. Мы очень надеемся, что нас оценят по достоинству, потому что мы выполнили все задания, мы работали в команде и я думаю, что все у нас будет хорошо. После завершения первого тура и выполнения всех заданий, участников ждала защита своих проектов. Жеребьевка определила очередность выступающих. Первыми конкурс проектов открыли ученики первой школы, первой команды. Честь команды отстаивал Степан Гоманов, ученик восьмого класса. Тема проектов посвящена международным умным каникулам Финляндии. Все ребята справились с заданием на отлично и достойно защитили проекты. Завершилась метапредметная олимпиада под ведением итогов двух туров. Первого места удостоилась команда третьей школы, второе место заняли учащиеся второй школы, а третье место досталось ребятам из первой. Мистика цифр присутствовала на олимпиаде. Даже шестое чувство не подвело куратора третьей школы. И вчера, вы знаете, когда мы разговаривали с детьми, я случайно оговорилась, что мы будем победителями. Да, было такое. И любая мысль материализуется, видимо. И детям мы сегодня говорили, что они должны начать игру с теми мыслями, что они лучшие, что они победители. Все произошло так, как хотели мы. И то, что смогли они. Но они молодцы. Команда победителей заявила о своей готовности защищать честь Десногорска на финальном этапе соревнований. Его планируется провести в апреле. Куда отправятся наши умники и умницы, узнаем чуть позже. Сами же ребята победой довольны. И на вопрос, что привело их к победе, ответили так. Наша дружная сплоченность и то, что мы работали в команде, группой и поддерживали каждого. Все участники метапредметной олимпиады получили памятные дипломы. Победителям подарили интерактивные книги. Их иллюстрации можно рассматривать с помощью специальной программы, установленной в телефон. Например, можно увидеть, как делятся атомы. Общее фото конкурсантов на память о столь значимом для города событии завершило мероприятие. Расстроенных лиц замечено не было. Все ребята большие молодцы и отлично справились с заданиями. Просто кто-то выполнил их немного лучше. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Познавательно и ярко прошел открытый урок для малышей в детском саду «Мишутка». Тема урока – «Дымковская игрушка». Немного теории подготовки, и вот детишки уже сами готовы применить свои навыки. Подробности в сюжете. Богатство русского культурного наследия так велико, что приобщаться к нему нужно с самого детства. Такой посыл был у очередного познавательного мероприятия. Даже, казалось бы, в известной всем теме всегда найдется место удивлению. Например, мало кто знает, что дымковскую игрушку лепили только зимой. Знанием изготовления обладали только женщины, передавая мастерство от матери к дочери. Читая стихи и просматривая материалы о дымковской поделке, малыши и сами попробовали себя в качестве художников-оформителей. Сегодня ребята из детского сада «Мишутка» погрузились в уникальный мир декоративно-прикладного искусства, познакомились с дымковской игрушкой. Дошкольный возраст – это лучшее время для приобщения ребенка к народным истокам, к народной культуре. Получение новых знаний не оставляет юных первооткрывателей равнодушными. Мы смотрели дымковские игрушки, рисовали их, смотрели сюжеты. Мы разукрашивали картинки в дымковских узорах. После урока в приподнятом настроении были как участники, так и зрители мероприятия. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. И о погоде. 25 января в Десногорске солнечно и морозно. Днем минус 15, ночью минус 19. Все самое интересное смотрите на нашем телеканале и на сайте disnadefistv.ru В студии работал Олег Соловьев. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин